В эфире первого Ярославского утреннее телерадио шоу первая студия Дорогие друзья, вот она и пятница, вот и долгожданная 2 марта, мы рады всех приветствовать Сегодня, наконец-то, будем говорить об очень полезных вещах для тех, кто... Наконец-то полезное что-то, да Наконец-то, случилось Тема, она витала в воздухе, но сегодня мы подробно разберем самое главное Доброе утро, дорогие друзья Доброе-доброе Вас приветствует Дмитрий Московский Ксения Рулёва Очень приятно И Роман Касьян, друзья, вот на таком замечательном моём месте Ого! Подожди, тебя, тебя, тебя же надо Мария вот представлять Ну, я Рулёва Да, Рулёва Подожди, а вот это вообще интересный смысл, видишь, стульчик-то я тебе твой подставился Друзья, ну что же, вот сегодня мы такие веселые, заряженные, потратите После новостей расскажем, какую тему эфира сегодня мы взяли Но, 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 еще раз хотим напомнить про крутые подарки, которые мы уже написали вконтакте Там мы разыгрываем 500 рублей в магазине здорового питания Помимо этого, мы с большим удовольствием сегодня разыграем билеты на футбол Шинник уже совсем скоро сыграет с ФК ТОН, поэтому билеты разыграем по телефону 744-636 И пригласители на пластичный спектакль «Коммуналка» Всё это ждёт вас Звоните, пишите Вконтакте есть история Мы сдадим за неё приз позже Тема, сейчас новости от Дмитрия Московского Новости Итак, друзья, новости В студенческом общежитии Ярославля прогремел взрыв На локомассив уступил ЦСКА Ярославцы могут выиграть велосипеды, смартфон за селфи на выборах Ярославской области перестали расти цены Начало восьмого в Ярославле, а самом главном прямо сейчас В студенческом общежитии в Заожском районе Ярославля произошёл взрыв Ударной волной на пятом этаже здания вырвало дверь кухни Как выяснилось, ЧП произошло здесь, когда студентки готовили пончики Примчавшиеся спасатели устранили небольшое возгорание Но до пожара дело не дошло, пострадавших нет Ярославский локомотив уступил на своём льду столичному ЦСКА Итог встречи 5-2 в пользу москвичей В Ярославле придумали оригинальный способ повысить явку на выборы Горожанам предлагают сфотографироваться на участке для голосования Специальные рамки и разместить кадр в соцсетях с хештегами «Фотоконкурс» и «Ярголосовач» Участники, набравшие больше всего лайков, смогут получить полезные призы От велосипеда или билета в кино до новейшего смартфона или планшета В Ярославской области перестали расти цены, а по ряду позиций они даже упали Такую информацию сообщают Центробанки России Больше всего снизились цены на чеснок, гречу и сахар Далее курс валют на сегодня Доллар стоит 56 рублей 43 копейки, а евро 68 рублей 88 копеек Это были главные новости к этому часу И далее о погоде нам расскажет Ксения Мореева Друзья, ну какой-то магнитный фон влияет на технику Поэтому сегодня аккуратнее смотрите заряжать свой телефон и ноутбуки И проверять, чтобы все у вас прекрасно работало Ну а в пятницу с приближением высотного циклона Небо Центральной России начнут затягивать более плотные облака Постепенно переходящие в снеговое состояние То есть снежок у нас возможно Температурный фон продолжит постепенно повышаться Минус 14, минус 20 В Ярославле облачно без осадков, ветер восточный 2,5 метров в секунду Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба В эфире Первого Ярославского Утреннее телерадио шоу Первая студия Друзья, ну что ж, напоминаем, что сегодня мы тему готовы заявить только сейчас Потому что это была все интрига и магнитные бури Все переживали, волновались А что же, что же, что же они будут обсуждать? Что же это будет? Друзья, сегодня мы с вами говорим про госислуги и неспроста Формирование цифровой экономики Это вопрос национальной безопасности российской федерации Об этом президент Владимир Путин Заявил накануне на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам В текущем году только федеральные и региональные органы власти Потратят на информационные технологии почти, друзья, 200 миллиардов рублей Я прошу предложить конкретное решение по повышению эффективности Используя этих денег, заявил глава Российской Федерации По его словам, также необходимо четко определиться с источниками, механизмами и объемами финансирования программ развития цифровой экономики Что это значит? На самом деле, друзья, я хочу сказать о том, что сейчас, в ближайшие 6 лет, по поручению президента Все услуги должны стать электронными и дистанционными Все государственные услуги, которые мы с вами можем получать в том или ином офисе, в той или иной организации Будь это налоговая инспекция, будь это, я не знаю, миграционная служба, все что угодно Это должно получаться электронно, но через госуслуги То есть сейчас там уже огромное количество услуг, а в ближайшее время появятся абсолютно все И самое главное, правда, пока еще в Ярославле нам этого не подтверждают Но уже совсем скоро, с 1 марта на федеральном уровне и скоро придет на региональный уровень То, что мы с вами сможем по одному заявлению получить до 30 услуг Что это такое? Например, у вас рождается детеныш, все прекрасно, он возродился Ну бывает так Вам нужно его прописать, вам нужно оформить на него свидетельство о рождении, оформить материнский капитал То есть сколько раньше было бы бегать в НИП и получить тот самый необходимый пакет, да, скажем так, документов То есть это все сейчас будет по одному заявлению? Это по одному заявлению, пока все по-разному, но будет по одному К чему, друзья? Сегодня говорим про госуслуги Пользовались ли вы этим электронным ресурсом? Помогал ли он вам? Или наоборот, как-то все... Плачевный опыт, это нормально Рассказывайте, мы хотим знать вашу историю, есть уже первый звонок, давайте пообщаемся, доброе утро Доброе утро Доброе утро, ребята Опачки, как звать? Алексей, Алексей Рады, рады, рады слышать Как у вас техника, поживает все нормально? Все отлично Все зарядили? Да Магнитный фон, ничего, все нормально? Все хорошо Рассказывайте, пользовались ли вы госуслугами и какой опыт у вас есть, если вы пользовались? Ну, госуслуги мне нравятся в том, что можно оплатить штрафы с 50% скидкой Так Это круто Первый плюс записан Это вообще мощный плюс на самом деле, я думаю, все автолюбители должны пользоваться этим Но вы же помните, что надо, как бы, сроки-то держать, во-первых, нарушать это плохо, во-первых, да, а, ну, если уж нарушили, то есть срок, надо тоже срок не потерять Еще какие плюсы? В течение двух недель, да, по-моему? Ну вот, скоро будет голосование, поскольку я проживаю не по месту, буду переносить туда, на тот участок По месту пребывания Вместе с женой пойду голосовать Это очень круто Я же помогают госуслуги, как выручают Между прочим, представители МФЦ в этом году начали проводить по-квартирный опрос Они ходят по квартирам и спрашивают, не хотите ли вы перенести свое, как бы, ну, на другое избирательное участие Потому что вы же не по месту регистрации собираетесь голосовать Это очень удобно, потому что те граждане, которые хотят отдать свой голос за нужного человека, должны голосовать там, где они находятся У нас, видите, сегодня Ксения Рулю заряжена, мы Ксения Рулю заряжены Вот понимаете? Алексей, да, у нас вопрос сразу, готовы ли с нами поиграть? Конечно, всегда готов Тогда мы объявляем самые... Госуслужные Пятничные Игры Разума Алексей, есть у нас пригласители на пластичный спектакль «Коммуналка» и билеты на футбольный машинник Томик, куда хотите? На спектакль На спектакль Я думаю, мужчина на футбол Я люблю свою жену, скоро очень нормально Не, просто на спектакле точно все выиграют, понимаете? Давайте спектакль Алексей, сегодня, как ни странно, отмечается день рождения компакт-диска Я сейчас вам задам вопрос касаемо него У вас будет 10 секунд на подумать, ответите правильно, получаете приз Все просто Работа нескольких компаний привела к созданию компакт-диска И вот 2 марта какого года его продемонстрировали жителям Великобритании впервые? 91-й год, 89-й год или 93-й год? Повтори вариант 91-й, 89-й или 83-й год? Вот, вы знаете, Алексей, мне кажется, вы вряд ли следили за историей компакт-диска Поэтому предлагаю вам просто попасть А тем временем остается 5-4 Я думаю, что это какой там, 80-й, какие были? 83-й, 81-й? 91-й, 89-й и 93-й Да, 83-й А, 89-й 89-й, Алексей Неправильно, что ли? К сожалению, это неправильно Не расстраивайтесь, Алексей, мы тоже любим вашу жену, но 8 марта на следующей неделе Поэтому ничего страшного Вот понимаете, иногда любовь в группе «Ласковый май» подводит Шансы, шансы еще будут, будем разыгрывать много всего Вы же не расстроились, Алексей? Нет, я расстроился Привет и передавайте Ладно, грустный привет Привет и передаю своей любимой жене Всем вам Спасибо Мы вас очень любим И мы вас И всем, кто меня узнал в моей любимой работе Промтехмонтаж-диагностика Всем моим друзьям Спасибо Вам хорошего дня Друзья, остается у нас еще билет на пластичный спектакль «Коммуналка» И билеты на футбольный матч И никто не звонит 744-636 Но мы продолжаем рассказывать про госуслуги Понимаете, какое дело Вообще, молодежь предпочитает на разных сайтах сеть Кто-то в Инстаграме, кто-то, не знаю, ВКонтакте А вот Ксения у нас, она любит госуслуги Да, вот она залипает просто конкретно Придет с работы и ну там на госуслугах И переписывается из техподдержки Кнопочки тыкать Привет, как дела? Я сегодня хочу узнать новые вещи Мне кажется, следующим шагом госуслуг Должно быть вот заведение каких-то аккаунтов Чтобы они между собой могли общаться Ты заходишь на госуслуги, а там на главной стороне есть фотографии Ксюши Друзья, на самом деле троллить меня нечего Потому что, если вы помните, если внимательно следили за личной жизнью в первой студии Вышла я замуж, а мне нужно поменять паспорт А Мне нужно поменять прописку Б Мне нужно было сделать загранпаспорт по новой фамилии С Вы представляете? Понимаете, вот смотрите Вот раньше можно было в очередях своих проблемах рассказать А теперь Есть первая студия И проблем-то нет Есть госуслуги и все И как, Ксюша, ты решал свои проблемы? Давайте сейчас я вам покажу Давайте на экранчик выведем, как выглядит портал госуслуги Если вы с ним не знакомы Вот таким прекрасным образом он выглядит Есть популярный на портале Можно проверить свою налоговую задолженность Автоштрафы, налоговая задолженность А как в строке вбивать? Госуслуги? Госуслуги, просто госуслуги и все хорошо Популярные услуги Запись на прием к врачу Извещение о состоянии лицового счета в ПФР Оформление загранпаспорта гражданин в Российской Федерации Друзья мои Я хочу сказать, что оформлять загранпаспорт максимально удобно на госуслугах По той простой причине, что 30% скидки госпошлина Это минус тысяча Это минус тысяча Он бы стоил 3,5 тысячи, а тут 2,450 То есть экономия есть Абсолютно верно Вот как раз тот самый заграничный паспорт Все очень просто, все очень удобно Никаких дополнительных документов с вас не требуется Никакую трудовую книжку нести не надо Сканировать ее не надо Ксерокопировать ее не надо Ты просто приходишь потом по адресу, который тебе указ После того, как ты подал заявление Тебе там все написали Приходить сюда, у вас столько-то Ты приходишь сюда, у вас столько-то Тебя принимают Ты говоришь, вот моя квитанция об оплате госпошлины Вот непосредственно все ксерокопированные страницы паспорта То есть все экономия времени Абсолютно И денег Смотрите Денег Экономия денег Тысяча Тысяча рублей Я из личного примера на права, кстати, ощутил Так, если платить две тысячи А вот тысяча четыреста через... Шестьсот рублей Это очень круто Пришел момент, когда... Может два раза замуживать Я пришел сдавать уже конкретно вот уже все Я на теорию, а мне говорят, у вас где оплата? Я говорю, так я думал, после Он говорит, платите А там очередь в кассе была Я вот просто телефон на примере Зашел, оплатил, сразу номер сказал Экономия времени, денег, конечно... Мне, правда, порой хочется, что у нас, знаете, вместо трех стульев одна лавочка была Да Это же реальные примеры жизни Давайте узнаем, какие примеры жизни расскажут наши телезрители Доброе утро Доброе утро, Ром Дима, я вам еще не надоел Нет, 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 приходи, приходи к нам, дорогой Мы пообщаемся вживую Родион, ты априори нам никогда не сможешь натоесть, потому что твой звонкий голос радует всех, я думаю, телезрителей в том числе Скажи, пожалуйста, да Про госпослуги, я даже не знаю, как Родион Мне, подожди, как вообще ты проснулся? Я? Ты? Ты? Все нормально? Быстро проснулся? Смотри, может быть, слышал от родителей? Может, они оформляли на тебя загранпаспорт или что-то? Вот слышал ли, что ты либо... Вот ты же ребенок, да? Ты же ребенок Это уже известно, ты же ребенок, ты же ребенок Вообще ничего не слышал? Тогда поиграем с тобой просто Нет, мы оформляли загранпаспорт в паспортном столе В паспортном столе, а очень зря? Такой олдскульный вариант Просто передай родителям, что можно сэкономить денег, и на эти деньги купить тебе шоколадок очень много Каких шоколад? На тысячу шоколадок? Мешок можно купить Объезд у нас, Родион Не мешок, а 10 штук У нас есть билеты на футбол, Шинник, Томь, и билеты на пластический спектакль Ты куда хочешь отправиться? На спектакль Тогда вопрос для тебя Ну что же, несколько компаний работали, да? И вот 2 марта какого же года жителям Великобритании они впервые представили компакт-диск? 1991, 1989 или 1983? Я не знаю, Родион застал вообще компакт-диски 10 секунд Водители маршруток их вешают еще иногда на стекло лобовое Дим, подожди, подожди, у нас 10 секунд Все, давай, повторяй 5, 4, 3, 2, 1 91, 89 или 83? Твой вариант ответа, Родион? 91 Нет, не попал, Родион, спасибо Родион, не расстраивайся, мы тебе обязательно еще, я думаю, в следующей неделе будем рады слышать Ты звони, подарков будет много Привета давай передавать Родион Родион Прости нас, Родион Мы не хотели Ну, все, все бывает Ну, давай привет передавай, чего ты там? Хочу передать всем, кто заболел вроде в Рыбинске или в Ростове Гриппом или ОРБ Передать привет и здоровья Правильно, умница ты какая, Родион На самом деле, очень, очень желаем здоровья всем Родионам Аплодисмент Родион, не расстраивайся, звони нам обязательно всегда, еще будут шансы выиграть Друзья, у нас пока стоят все билеты на коммуналку, у нас пластичный спектакль и билеты на футбол, поэтому звоните 744-636 А ВКонтакте разыграем к бонусную карту номиналом на 500 рублей в магазин здорового питания Друзья, пишите там истории свои, Родион, давай, действуй Друзья, 744-636, ну а мы с вами продолжаем говорить о госслугах, я сегодня как маленький эксперт Вот, я вам хочу показать народный рейтинг Я абсолютно была уверена, что победители самых услуг, которые пользуются народ, это обязательно детские сады, загранпаспорт и так далее Внимание! Ну-ка Первое место, подача документов, служащих основанием для исчисления и уплаты страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и современность оплаты страховых взносов Опа! Вот это популярные услуги среди населения Еще раз, я никогда бы не подумал, что именно это Подожди, еще раз, что это? Это очень длинно, не повторюсь Второе место, подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя И третье, ладно, хотя бы третье более-менее понятно Получение разрешения на хранение и ношение охотничьего пневматического огнестрельного оружия, либо оружия ограниченного поражения и патронов кневмогу И посмотреть, что же пользуется популярностью Меня это восхитило, вдохновило Но огнестрел хотя бы понятно Людям нравится, почему нет? Почему? Я была уверена в другом, но бог с ним Ксюха и подумала об огнестреле, а теперь вот, понимаете, благодаря госуслугам Есть шанс, Ксюша Это после того, как ты вышла замуж, ты подумала сразу, да? У нас есть звонок Сейчас сразу все в скопе Доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Здравствуйте Виталий Виталик Простите, пожалуйста, можно с мужчиной я поговорю? Спасибо Виталий, вы пользуетесь госуслугами? К сожалению, нет, но знаю о них много А вот я тут уже три материала рассказала про госуслуги Я вас замотивировала? Ну, можно сказать, да Ну, слава богу, все, наша функция выполнена Все, они сделаны Вы когда-нибудь брали себе там заграничный паспорт или просто паспорт? Разводились, женились, оформляли очередь в детский сад? Я не знаю, что-нибудь делали такое в жизни? Ну, делал, да, кроме загранпаспорта все А вот сделайте загранпаспорт Если соберетесь сделать загранпаспорт, сэкономите тысячу рублей, да? Да, тысячу рублей Это же вообще, поэтому подумайте несколько раз Первая студия дарит вам тысячу рублей сегодня На загранпаспорт через госуслуги Ну, и самое главное, тоже можно записаться без очередей Вопрос к вам, Виталий? Надо же сказать обязательно, что теперь сроки, выдача загранпаспорта Да, сократились Изменились, на целый месяц сократились Теперь три месяца по месту пребывания Виталий звонил нам выиграть приз, наверное, да? Такой загруз конкретный, Виталий Сразу куда-то Виталий, хотите ли попытаться забрать у нас билеты на футбол Или же на пластичный спектакль? Кто точно хочет Куда хотите? Хотел бы на футбол На футбол! Конечно, шинник Это же первая их игра в новом сезоне Шинник вперед! Шинник молодец! На шинник, друзья, у нас другой вопрос А? Все, сегодня интересно в первой студии Сегодня помимо того, что отмечается день рождения компакт-диска Еще отмечается день рождения спички, друзья Сегодня совпало на 2 марта Рома просто кладезь у нас в ней рождение И праздник Виталий, слушаем внимательно Возникновение первых спичек датируется 1805 годом Во Франции химик Шапсель изобрел самозажигающиеся спицы Спицы? Да, вот специальные головки из смеси серы и соли Так вот, отчего же Бабушки в шоке были тогда Да, отчего же пошло название спичек вообще в целом Ну-ка Пицца То есть ее использовали при разжигании, да, печей под пиццу Пикчер Изображение, потому что рисовали тонкими кистями, да И вот само изображение было похоже все-таки внешне на спичку Или просто спица, потому что это была заостренная палочка из дерева Вот три варианта ответа Десять секунд на подумать После чего давайте все-таки Отведем Итак, пицца, пикчер или спица Почему же, да, кто является... Прородителем 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 слова современного спичка Итак, пять Пицца 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 Спица, спица Спица, спица, да Спица Спица Это правильный ответ, друзья Аплодисменты Спица, не пицца, спица Заостренная палочка из дерева Изначально Изначально Сочувствительная Прородитель Прородитель спички Вы рады, Виталий? Да, я Отправляем вас на футбол В воскресенье В два часа Игра с томской томью И мы, надеюсь, мы их разорвем А Виталий будет болеть Кричите Как будете кричать на шиннике? Шинник чемпион Еееее Нормально, все Виталий, спасибо огромное Николай, трубчику расскажем, как забрать билетики Друзья, у нас настало время рекламы Поэтому мы сейчас на нее уходим Скоро вернемся Никуда не уходить Призы еще у нас В эфире первого Ярославского Утреннее телерадио шоу Первая студия Доброе утро, друзья Ну что же, пятница Начало Уже в выходных близится Кому-то еще завтра работает Но пятница, она все-таки Веет уже хорошим настроением Первая студия продолжает свое вещание И в нашей студии Крутой гость Который нам подробно Поможет разобраться В госуслугах Специалист департамента информатизации И связи Правительства области Ольга Виталиевна Демидова Ольга Виталиевна, доброе утро Доброе утро, уважаемые ведущие Доброе утро, телезрители Ох, как слушай, нам рады, когда бодрые наши гости Ну, во-первых, рады, что вы к нам пришли Давайте разбираться Да, вчера вот Президент России, конечно же Обратил внимание Совет Федерации Что действительно очень много цифровой экономики Должно быть уделено внимание Насколько я понимаю Госусуслуги, о которых мы говорили в самом начале эфира Это и есть часть То есть самое От направления Да, это элемент электронного правительства Хорошо Ну вот скажите нам, пожалуйста Это удобно? Это дешево? Что именно привлекает жителей Помимо дешевизны? Вы знаете, прежде всего К порталу госуслуг Привлекает жителей То, что это можно сделать То есть обратиться за предоставлением Государственных муниципальных услуг Не выходя из дома Не секрет для каждого из нас Что на протяжении всей нашей жизни Неоднократно Мы обращаемся в органы власти По совершенно различным ситуациям Например, в ГИБДД Мы обращаемся, чтобы получить права Зарегистрировать автомобиль Заменить права Обращаемся в Федеральную миграционную службу Чтобы зарегистрироваться по месту жительства Чтобы оформить паспорт Российский, заграничный Для того, чтобы сэкономить время Чтобы сэкономить средства Мы пользуемся порталом госуслуг Например, нам нужно зарегистрировать брак Мы идем А муж не хочет В органы ЗАГС идем И пишем заявление Выбираем время удобное Для того, чтобы это мероприятие было Там в торжественном обстановочке сделано А это все можно сделать Пользуясь порталом госуслуг Рождается ребеночек Родителям и так некогда Столько проблем у них Нужно зарегистрировать То есть получить свидетельство рождения на ребенка Зарегистрировать по месту жительства Записать в детский садик Получить массу пособий Которые положены молодой семье По этому случаю Родители просто хватаются за голову Ольга Витальевна, что по одному заявлению Это МФЦ Понятно, что есть все-таки модернизация Что в скором времени Вообще Можно будет написать одно заявление И мы получаем сразу пакет некий Насколько долго вообще И тяжело ли будет для правительства Органов власти МФЦ в целом Организовать именно вот эту Кратчайшую работу Что написал одно заявление И получил сразу пакет Насколько времени должно пройти Чтобы это максимально быстро стало Смотрите, сроки предоставления Различных государственных услуг Они варьируются И если, например, как вы говорите Это будет комплект услуг То есть по ситуации По жизни ситуации Например, рождение ребенка Родители обращаются в органы власти Да, вы совершенно правы Это будет очень удобно Что по вот этой жизненной ситуации Заявитель получает полностью Весь комплект всех услуг И мы надеемся Что это будет сделано В совершенно кратчайшие сроки То есть заявителю не нужно будет Обращаться конкретно В отдельные органы власти Чтобы получить вот эти результаты А про переписку Вот мне мальчики шучили Давай в самом начале Что только чатика для меня не хватает Насколько я понимаю Скоро должна появиться переписка С госорганами То есть можно же как-то Попереписываться будет с ними Да, порешать этот вопрос Да, совершенно верно Можно будет То есть заявитель Будет получать уведомления В свой личный кабинет По такому функционалу Как государственная почта Слушайте, на самом деле Давайте вот сформулируем Удобство госуслуг Не надо их ходить Если, например, друзья мои Вы не очень любите Недолюбливаете людей Ну такое бывает Незнакомых Вот Раз и дистанционно Себе все это организовали Ваш муж не хочет жениться Например Ну в смысле Ваш жених не хочет жениться Подали документы Через госуслуги Там только подтверждение От него надо На самом деле Не надо идти в ЗАГС И пугать мужчину заранее Это нормально Вот Это дешево 50% штрафа ГИБДД 30% госпошлины Экономия Что еще крутого Должно появиться Чего мы ждем? Мы прежде всего ждем Предоставление в электронную форму Перевод в электронную форму Дополнительных услуг Будут переведены услуги В сфере строительства Так В сфере здравоохранения То есть планируется Обеспечить заявителя Дополнительной информацией По медицинским услугам Так В этой части То есть расширение Расширение сферы Да Потому что портал госуслуг Сейчас в настоящее время Есть информация Обо всех услугах Но по всем Государственным и муниципальным услугам Вы можете отправить заявочку И получить результат Именно в электронной форме Ольга Витальевна А вот интересный момент Вы сказали про строительство Что здесь В какое поле перейдет уже В информационные В электронные В госуслуги Что может быть получить По строительству Ну вот сейчас услуги доступны Выдача разрешения На строительство объекта Так Выдача разрешения На бот объекта в эксплуатацию Эти услуги доступны В каждом муниципальном районе То есть помимо государственных услуг Еще муниципальный район То есть жители нашего Всей нашей области В каждом муниципальном районе Обратившись в портал госуслуг Именно со своего места жительства Прямо То есть решили мы построить дом дачу, все что угодно, и сразу можно сделать через интернет. Да, совершенно верно. Удобно. Построишь жизнь, обратишься через интернет. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, давайте все-таки, мы рассказали об удобстве госуслуг, о перспективах. Как зарегистрироваться? Это же нормальный вопрос. Люди не знают, что и почему. Обязательно эту тему нужно поднять, потому что, чтобы пользоваться порталом госуслуг, нужно иметь регистрацию на этом портале. Регистрация, в принципе, это несложная. Но обязательно нужно после регистрации личного кабинета обратиться в определенные пункты подтверждения личности, чтобы вы подтвердили, что именно вот этот человек, именно вы внесли информацию, ваш паспорт, ваш СНИЛС введен на портале госуслуг. Это МФЦ, да? Это многофункциональные центры. Это не только многофункциональные центры. Это у нас такой пункт подтверждения действует в правительстве Рославской области по адресу улицы Свободы, дом 32А. Также в центрах занятости. В посей области. Обязательно в каждом районе такие пункты подтверждения действуют. Поэтому граждане могут обращаться. Я только через МФЦ знала такие истории. Друзья, видите, сколько пунктов подтверждения личности есть? На самом деле это важно. То есть мы заполнили анкету, зарегистрировались, нам пришло какое-то извещение, мы подтвердили с паспортом. Нужно яйца лично. То есть, понимаете, личный кабинет на портале госуслуг – это аналог вашего электронного паспорта, чтобы органы власти понимали, с кем они имеют дело. То есть это именно тот человек, который владает вот этим паспортом. Поэтому нужно обязательно. Эту процедуру просто не все понимают, что нужно обязательно это сделать, но, как говорится, нужно такой небольшой напряг сделать, да, прийти в органы власти. А потом все, уже все услуги будут. А потом пользоваться порталом, и никаких проблем у вас не будет. Спасибо огромное, Ольга Витальевна. У нас в гостях была специалист Департамента информатизации и связи с правительством Ярославского Си Ольга Демидова. Ольга Витальевна, спасибо вам еще раз огромное за подробную такую беседу. Я надеюсь, что мы все-таки объяснили людям, каким образом зарегистрироваться, что можно интересненького получить. Спасибо за ранний подъем. Спасибо большое. Не уходите посетить с нами. Мы немножко отправляемся, посмотрим клип пятница. Все-таки куда без музыки, друзья? Потанцуем. Ну что ж, друзья, ударим хорошим настроением по электронным ресурсам и электронными ресурсами по хорошему настроению. Вот так вот я сегодня решила сказать. Ничего не логично, потому что рядом со мной очаровательная гость. Мы сегодня решили прям все разобрать по примере госуслуг и много функциональных центров. Ну и, конечно же, у нас в гостях Ольга Германовна Гладкова, заместитель руководителя МФЦ. Ольга Германовна, доброе утро. Ольга Германовна, доброе утро, Ксения, доброе утро, уважаемые телезрители. Это Димка. Я Дима. А я Ксения, неприятно. Я на месте Романа, но можно меня называть здесь Романом? Ольга Германовна, мы не про Романа и не про Димку. У нас очень важный к вам вопрос. Вот все мы знаем, что такое многофункциональные центры. Они все попоявлялись в разных районах города, и все в них начинают ходить. Все да не все. Насколько популярен этот формат? Весьма популярен этот формат. Очень здорово, что вы пользуетесь нашими услугами. Центры, мои документы находятся в каждом муниципальном районе. В Ярославле их пять. И они весьма посещаемы. В последнее время сеть набирает обороты, развивается. Все более и более народ посещает нас. За 2017 год нас посетило порядка... Обращений через нас получило порядка 900 тысяч человек. Это очень круто. Внушительная цифра. И вот мне лично очень повезло, потому что я живу неподалеку от такого центра. И вот когда я приходил туда с какими-то своими задачами, всегда видел людей, но не было какой-то очереди большой. Поэтому вот, ребят, на случай испугаетесь очередей, просто сходите, и вы увидите, что все классно. Электронное окошечко, все понятно и удобно. Как развивается, что сейчас привлекает людей, какая услуга самая популярная в МФЦ? Услуга самая популярная в МФЦ – это услуга Росреестра. Услуги Росреестра, их на самом деле две. Это наиболее популярные услуги, но это приходится признать. Наверное, это наиболее популярные услуги среди вообще всего спектра государственных и муниципальных услуг. Я просто, я так понимаю, один не до конца доехал, что такое услуги Росреестра. Обесить, пожалуйста, что такое услуги Росреестра для Димы. Может, мне тоже это надо, а я сижу тут. Это о чем речь? Если вы приобретете недвижимость, она попадет к вам как-то, по какому-то основанию, пусть наследство, либо вам кто-то сделает подарок, либо вы приобретете земельный участок, либо вы просто захотите узнать информацию о том, что у вас уже есть друг. Значит, вы потенциальный получатель услуг Росреестра. Приходите, мы вам это окажем. У нас просто в команде Ксения землевладелица, поэтому мне сложнее с этими вопросами. Поэтому Ксения знает о нас чуть больше. Да, да, да. Но теперь я тоже буду знать. На самом деле это очень удобно, потому что действительно можно прийти. Я совсем недавно при помощи МФЦ получила прописку в другом городе. Для меня это было очень удивительно, потому что я жила вообще в другом регионе. Переехала в Ярославль, купила квартиру и оформляла прописку. Я думала, что это очень долго и страшно. Но мне замечательные ваши специалисты все объяснили, показали. Мне не пришлось с тонной бумаг таскаться. Это было очень приятно. Пользуется популярностью, да, эта услуга именно по смене прописок? Пользуется популярностью. Набирает уже популярность, потому что не так давно мы стали ее предоставлять в полном объеме. Да, регистрация по месту жительства очень популярна среди населения. А вот знаете, у меня такой есть вопросик, я просто похвастаюсь, у меня был в жизни эпизод, когда я потерял паспорт. И тогда мне пришлось пройти несколько инстанций, там я ходил в полицию, там и так далее, и так далее. Я знаю, что вот нам могут помочь, да, еще и госуслуги МФЦ, вот и в этом вопросе. В случае, если мы потеряли документы. Дима, нельзя терять паспорт. Во-первых. Это наказуемо, это наказуемо, вы подлежите административной ответственности. А я, кстати, оплатил штраф, да. Каждый гражданин обязан бережно относиться к паспорту, поэтому в МФЦ вас в этом случае... Я сказал, что меня украли тогда. Не примут. Не примут тебя в этом случае. Да, все равно нужно обойти, да, вот... Вам придется обратиться в орган миграционного учета за получением паспорта именно в этом случае. Во всех остальных, конечно, мы примем вас в центрах Мои документы, паспорт вам поменяем, если вы достигли соответствующего возраста, либо вы смените фамилию, либо вы еще что-нибудь себе смените. Неожиданно. Ольга Германовна, такой вопрос. А в перспективе какие еще услуги интересные появятся в МФЦ? Куда будет расширяться сфера их оказания? Мы в этом году приступим к выдаче заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации. Делать мы это будем в двух своих центрах в Дзержинском районе в городе Ярославле и в Рыбинске. На сегодняшний день оборудование уже едет в Ярославль из Москвы и в ближайшее время, я думаю, в течение недолгого времени мы это организуем. И за новым заграничным паспортом тоже можно будет прийти в наши центры. Я вот чуть-чуть не успела. Вот совсем чуть-чуть. Я ходила еще в паспортный стол, чтобы получать заграничный паспорт. Подскажите, пожалуйста, мы вчера озвучили, что с 1 марта, мы понимаем, что пока все это на федеральном уровне, наверное, до региона пока еще не дошло, то, что теперь скоро, наверное, по одному заявлению можно будет получить до 30 услуг. Это же очень круто. Как вы думаете, до нас это тоже скоро дойдет? Нет, это дошло уже до 6. Уже есть? Нет, под минутку. Давайте уточним все-таки. Законступает силу с 30 марта. С 30 марта, обратившись в многофункциональный центр, заявитель может подать заявление на две или более государственные или муниципальные услуги. Не до 30. Вам не надо до 30 за одно обращение. Вряд ли, как будто запущенная персона такая пришел. Но если вам необходим комплекс услуг в рамках жизненной вашей ситуации, либо просто произвольные, какие-то две или три услуги, вы можете составить комплексный запрос, заявить об этом в многофункциональном центре, специалисты центров вам помогут в составлении этого комплексного запроса. Далее вы заявление не пишете в органы соответствующие, их пишет специалист многофункционального центра, и всю вот эту цепочку, она будет последовательной, либо она будет параллельной, потому что мы не знаем, какие услуги вы попросите. Может быть, результат одной услуги будет являться основанием для того, чтобы вам начала предоставляться другая. Все это будет отслеживать специалист многофункционального центра. Вы имеете право интересоваться ходом предоставления услуги, когда готов тот или иной документ, ну и так далее. В полном объеме, как только будут документы готовы, вас проинформируют, придете и получите. Это идеал, к которому мы будем стремиться. Как это будет воплощаться в жизнь, мы сейчас решаем, обсуждаем. Все это живо довольно, и при соответствующем расположении к нам органов, предоставляющих услуги, я думаю, что мы этой цели добьемся, достигнем. И время как сократится. Не суммируется же время на каждую услугу в общий большой водоворот потерянного времени. Они начинают одновременно, да, подготовка этих всех документов и так далее. Поэтому все очень быстро будет. Ольга Германовна, спасибо вам огромное. Я и в принципе очень любила электронный ресурс и многофункциональный центр, который вот здесь недалеко от нашей работы. Я прям вообще там частый гость. Я, между прочим, вот я похвастаюсь вам. Я помогаю людям талончики брать, если у вас, например, все заняты. Поэтому я там немножко даже не подрабатываю, делаю доброе дело. Если есть проблемы с талончиками, ребят, то обращайтесь, Ксения поможет вам, выручит. Ольга Германовна, спасибо огромное. У нас в гостях была Гладкова Ольга Германовна, заместитель руководителя МФЦ. Очень-очень приятно было вас видеть. Спасибо огромное. Друзья, реклам новости никуда не уходить. Скоро вернемся. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия. Доброе утро, друзья. Первая студия продолжает свою работу. Сегодня рассказываем про госуслуги и встречаем пятницу. В студии Дмитрий Московский. Ксения Малеева. А, и Роман Касьян. Рады всех видеть, рады всех слышать. Друзья, напоминаю, что у нас остался еще крутой пригласительный, на пластический спектакль «Коммуналка». Звоните 744-636. Мы его вам подарим. Подарим, подарим. И билеты на шейник тоже подарим, если вы нам позвоните. А уже подарили, все. А, уже разыграли. Еще один есть. Еще один есть. Да, я все придаила, да? Друзья мои, все, дозванивайтесь. Мы будем дарить вам призы, хорошее настроение, параллельно рассказывать об очень интересной штуке, как госуслуги. Мы в начале эфира сказали о том, что можно действительно проголосовать не по месту жительства, а по месту пребывания, если вы находитесь в другом городе. Действительно, вам нужно подать заявление в соответствующий орган до 12 марта. Это можно сделать через МФЦ, это можно делать через госуслуги. Если к вам приходили сотрудники МФЦ, тоже можете это сделать. И сейчас как раз мы с вами видим очень классный такой подбросик «Федеральная налоговая служба». Друзья, хочу личным опытом поделиться. Если вы подаете налоговую декларацию, если вдруг вы взяли ипотеку, хотите получить налоговый вычет, а это, между прочим, неплохие деньги, вы можете это сделать через госуслуги или через сайт налог.ру. Вы можете заполнить налоговую декларацию онлайн. Вам не нужно никуда приходить, ничего приносить. Вы просто прикрепляете весь пакет документов. Это паспорт, свидетельство о браке, если вы меняли фамилию. Это документы на вашу квартиру купленную или дом. Ну и, конечно же, справка 2 НДФЛ от вашего работодателя. Все это прикрепляете в электронном виде. Прекрасно отправляется. Вам приходит галочка, мол, что вы молодцы. И вы ждете через 3 или 4 месяца, не помню. Вам придет ваш налоговый вычет. Друзья, это раз в жизни можно сделать. И не тереться в налоговых органах столько времени. Очень многие вообще не знают про налоговую вычет. Я думаю, отдельно когда-нибудь расскажем подробно. Друзья, суть в том, что иногда вы покупаете и берете кредитное образование. Или лечите зубы. Допустим, вы можете забрать часть денег себе. Которую вы заплатили своей зарплаты. 13% те самые, которые вы платили. Вы можете их себе вернуть. Ну и у нас, друзья, есть все-таки дозвонившиеся. Я надеюсь, что вся человек заберет у нас приз. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Ирина. Ирина, во-первых, мы вас поздравляем. Вы выиграли билет. Пожалуйста. Мне просто понравилась тема вашей передачи. Очень хорошо вы ее решили. Потому что я каждый год за ребенка возвращаю подоходный налог на учебу. О как. И теперь я поняла, как мне лучше это сделать. Да, абсолютно верно. Вы не поверите, какое это счастье есть. Не то слово. Те очереди, которые были раньше, я мимо пропущу. Правильно. Здорово. Нет, у нас счастье того, что мы помогли. Помогли вам, и это круто. Быстренько. Коротенький ликбез для Ирины. Смотрите, действительно, вы можете зайти в госуслуги и подать эту декларацию. То есть все это подписать, написать и вернуть себе налоговый вычет, если вам необходимо. Если вот какие-то штуки, да. Записать ребенка в школу, в детский сад. Все это электронно можно сделать. У вас ничего не висит. Маленький лайфхак от меня. Чем чаще пользуетесь госуслугами, тем меньше висит программа. Поэтому, в общем, не за что. Все очень рады просто от госуслуг. Ирина, вопрос к вам. Все-таки у нас два неверных уже ответа назвали. Вам нужно назвать лишь правильный ответ. 83. Все! Ура! Аплодисменты! Вы отправляетесь на пластический спектакль «Коммуналка». Да, друзья, действительно. 2 марта 1983 года продемонстрировали жителям Великобритании первый компакт-диск. У нас есть победитель. Ирина, за классный комментарий. Спасибо за правильный ответ. Давайте порадуемся и быстро-быстро привет. Все, спасибо большое. Всем ярославцам привет, всех друзьям и вам, конечно. Спасибо огромное, Ирина. Не кладите, пожалуйста, трубочку. Расскажем, как забрать ваши билетики. Друзья, ну и еще я хотела бы вам быстренько-быстренько-быстренько сказать про те вещи, которые очень облегчают нашу жизнь. Это приложения и сайты. Я хочу сказать, что сейчас ипотеку также можно взять, что называется, онлайн. Есть специальная программа в определенных банках, и вы можете все это, все свои документы подгрузить по квартире, все свои хотелочки, что называется, обсудить со своим менеджером в чате. То есть я правильно понимаю, что можно получить одобрение или отказ теперь онлайн? Да, абсолютно верно. Вам приходит и смс, но еще и параллельно в программе вы тоже смотрите. Ну и, соответственно, все документы можно так и предоставить. Да, да. Понятно, что потом оригиналы вам все-таки нужно будет принести на сделку, но это тоже изначально можно сделать электронно. Это очень быстро, и вы видите процесс согласования вашей сделки прямо буквально онлайн. Друзья, я вам советую искренне, сама брала ипотеку так. Можно я все-таки ложку дегтя в вашу бочку меда добавлю? Моя мама недавно оформляла загранпаспорт. Говорю, мам, давай, делай уже, надо тебя куда-нибудь свозить все-таки. Она пошла, все стала оформлять, и ей сказали, давайте госуслуги вам сделаем. Ей завели кабинет, она заполнила бланк, и вот смотрите, ей по очереди нужно было идти только относить все документы 21 марта, то есть по госслугам. Я говорю, мам, это долго, это было две недели назад. Я говорю, иди ножками. Она дошла, отстояла очередь, и все. То есть она уже через месяц получит этот самый загранпаспорт. А так бы она ждала. То есть иногда лучше смотреть вот вживую. Друзья, да. То есть придумано, да, МФЦ, для того, чтобы можно было что-то согласовать и уточнить. Друзья, еще обращу ваше внимание, внимательно, пожалуйста, относитесь к своему СНИЛСу, потому что действительно без СНИЛСа вам никакие электронные кабинеты на госуслугах не светят в принципе. Слушка, а еще без гороскопа день у людей не сложится. Дайте посмотрим, что же гороскоп сегодня приготовил. Второе марта в первой студии гороскоп. Итак, овны, 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 эмоциональность не даст сосредоточиться на конкретной цели, поэтому чуть сдержаннее сегодня. Тельцы, открытость эмоций подарят вам много положительных впечатлений. Близнецы, не стоит иметь дело сегодня с финансами и имуществом. Раки, сегодня кто-то может воспользоваться вашим настроением, поэтому варьируйтесь. Левые, левые львы, вы во многом ошибочно симпатизируете некой личности, которые не достоины вашего внимания. Девы, сегодня придется прислушаться к своей интуиции по поводу отношений с коллегами, начальством и близкими. Весы, неопределенность чужого мнения или настроения может отрицательно сказаться и на ваших делах. Скорпионы, сегодня вы можете потерять голого от чужого обаяния. Стрельцы, ваш партнер удивит вас мышлением и взглядами. Козероги, сегодня велика вероятность предложения, от которого будет очень трудно отказаться. Водолей, сегодня неожиданную удачу стоит отпраздновать в кругу семьи. Рыбы, достижение целей зависит полностью от вас. Поздравляем. Друзья, быстро в контакт, надо сбегать туда, потому что мы разыгрываем там бонусную карту. Давайте быстро приветы, Владимир Гречищев. Доброе утро всем и всем удачных выходных. Спасибо, Владимир. Любовь, Яшина, доброго уже весеннего утра. Удачного всем ярославцам дня, ведущим. Большое спасибо за доброе и позитивное утро. Вам спасибо, что спрашиваю. И Анна Дымова пишет. Доброе утро. Хочу передать привет моей сестре Антонине Сараевой и сестре Лень Пироговой. Тоже передаем большой привет. Зачитай историю нашу победительницу. Димочка, да, да, да. Давайте, я легко зачитаю. Полина Митюрникова нам пишет. Сайт хороший, очень удобный. Можно подавать заявления различные со скидкой. Да и если и просто полазить по сайту, можно найти много всего интересного. Хороший совет. Полазите, ребят. Да. Поюзайте. Плачевного опыта не было, но когда ходила подтверждать личность, мужчина, работник, минут 10 сравнивал меня с фотографией. Искал сходство и различия, так сказать. В итоге махнул рукой и все подтвердил. Ура, профессионал. Полина, вы победилка. Мы вам дарим нашу бонусную карту на 500 рублей в магазин здорового питания. Кушайте вкусненько. Победилка. Пусть у вас все будет хорошо. Победилка. Берем звонок. Это хэштег. Доброе утро. Алло, доброе утро. Алло, как вас зовут? Борис. Борис, рады вас слушать. Ну-ка, каратенечко. Госуслуги, да? Да, буквально два слова. Госуслугами пользовался, оформил загранпаспорт и очень понравилось оформление справки о наличии и отсутствии судимости. Срок очень уменьшается. И буквально за 10 дней справка готова. Ждать месяц не надо. Быстро получаешь. Проблем никаких нет. И не надо вбивать какие-то свои данные. Данные уже находятся в базе. Да, абсолютно верно. Все уже готово и подготовлено. Борис, спасибо вам, правда, огромное. Что, подарим билеты на футбол? Да, давайте. Хотите билеты на футбол, Борис? Можно. Конечно, можно. Вы, как спортсмен, должны сходить на футбол. Борис, сходите обязательно на футбол, друзья. Итоги эфира. Ну что же, пользуйтесь госуслугами. Это удобно, экономит время и, самое главное, деньги. Это важно. И, конечно же, внимательно пересмотрите наш эфир, потому что мы сегодня дали много лайфхаков. И обязательно голосуйте по месту пребывания. Ну что, и попробуйте просто зайти на этот сайт и по нему погулять, поблуждать, кнопочки понажимать. И что-нибудь найдете полезно. Друзья, хороших выходных. Мы прощаемся с вами до понедельника. Всем пока-пока. Увидим меня. А-а-а. В эфире Первого Ярославского. Утреннее телерадио-шоу «Первая студия».